Ребята, всем привет! Сегодня новое видео на моем YouTube-канале, и хочу показать вам свои последние покупки и приобретения, что появилось в моем гардеробе на эту осень. Давайте начнем с самого большого заказа от Inspire Girls. Вообще, от них здесь вот как раз половина рейла, и всего, что я вам покажу, я сделала прям такой полноценный заказ мини-капсула на осень. Я собрала несколько образов из их ассортимента, и это бренд с Байкала, у них своих два производства, если не ошибаюсь. Очень приятно носить вещи российских брендов, и я очень люблю поддерживать как раз-таки российские бренды, потому что они расцветают, и у них потрясающее качество, которое не уступает мировым брендам. Я заказала и базовые вещи, и что-то более интересное. Итак, первое это Long Sleeve в бежевом оттенке, такой красивый нейтральный бежевый цвет, даже слегка кофейный. Long Sleeve из плотного хлопка, он простой, но за счет этого супер универсальный, и я уверена, что его можно применить практически ко всем осенним образам. И я его заказала в дополнение к светлым трикотажным брюкам. Я давно хотела себе найти такие трикотажные брюки, но чтобы они были плотными, потому что чем грешат большинство таких брюк, они сильно просвечивают, и мне это, конечно же, не нравится. Вот эти плотные, они также из стопроцентного хлопка, вообще потрясающее качество, и не всегда можно найти у брендов настолько качественные и натуральные ткани. Итак, я заказала вот такой комплект, то есть у нас идет бежевый Long Sleeve, светлые брюки, и знаете, мне сюда прям не хватает. А в моем гардеробе еще, вот я в поиске, мне нужны уги, и я бы сюда прям хотела надеть какие-то уютные, объемные, как бы уличные тапочки, или прям дутые ботинки светлые, бежевые. В качестве верхней одежды я просто влюбилась в это леопардовое пальто. Когда увидела его на сайте, я также давно искала себе леопардовое пальто, но чтобы оно было не вульгарным, а достаточно таким нейтральным и повседневным, и это как раз-таки тот самый вариант. Это прям оверсайз, такое большое пальто, при этом у него не рыжий, не яркий вот этот леопардовый принт, и за счет этого пальто достаточно базовое. Вам может показаться на первый взгляд, что такой активный принт, он будет спорить с вашими вещами, но поверьте, практически вот даже со всем, что висит здесь, можно легко надеть это пальто, и оно будет прекрасно смотреться. Особенно если брать там базовые или яркие вещи, чистые, без принта, тогда вообще спокойно можно сочетать и носить на повседневной основе. В общем, это пальто просто прекрасное, я взяла его в размере М. Это пальто как раз-таки вот прям на октябрь, на ноябрь, оно не сильно толстое, не сильно плотное, но при этом здесь в составе есть шерсть, которая точно будет греть. Идем дальше, и я заказала себе такие офисные брюки серого цвета. Я, кстати, для тех, кто работает в офисе или кто ходит на учебу, советую присмотреться, и много есть в ассортименте вещей, которые точно подойдут под униформу. Я к ним взяла такой лонгслив, он с акцентным декольте, который красиво подчеркивает фигуру, и тоже очень приятная ткань, приятный трикотаж. И дополнила это классическим черным пальто-халатом. Это пальто без пуговиц, оно только на поясе, и это пальто, оно супер такое длинное, поэтому вот оно у меня в размере L. Если у вас рост вот как у меня 175-177, то оно вам абсолютно точно подойдет и будет правильным по длине. Также есть размеры поменьше для девушек поминиатюрнее. На мой взгляд, ни один осенний гардероб не может обойтись без качественных пальто, и это точно то пальто, которое я могу назвать качественным и которое стоит иметь в своем гардеробе. Я еще заказала платье, не совсем осенняя вещь, но мне так понравился цвет и фасон, что я решила придумаю, как застилизовать, чтобы было тепло и красиво. Оно у меня также в размере M, у него такие рукава-фонарики объемные, и само платье с вырезом, с акцентом на талии, безумно красивый дорогой цвет, и знаете, это такой тип вещей, которые ты готов купить не в сезон, но знаю, что в следующем сезоне ты обязательно будешь много носить, и обязательно эта вещь, так скажем, себя отработает. У Inspire Girls достаточно доступные цены, и плюс у меня для вас есть промокод на скидку 15%, он суммируется со всем, что есть на сайте, и даже с разделом сейл, что большая редкость. И этот промокод действует как онлайн, так и офлайн, и также вы можете оплатить свою покупку долями, разделив на 4 части, без какой-либо переплаты, и также будет работать промокод. Заказала водолазку с воротником с точкой небольшим, и также укороченное пальто, я давно хотела светлое укороченное пальто, которое смотрится как пиджак, но уже выглядит прям как верхняя одежда, и, конечно, потеплее, чем обычный пиджак. Я взяла в максимальном размере это пальто, и у него такой красивый молочный оттенок, и это прям вещь вот из этого актуального венья, тихая роскошь. И к пальто с водолазкой заказала брюки в цвете фуксия, но это такой красивый розовый оттенок, он тоже выглядит дорого, и он больше, знаете, не электрический розовый, а именно такой глубокий, насыщенный розовый. И брючки у меня также в размере М, в составе здесь 34% вискоза, я думаю, что как раз-таки это и дает такую мягкость этим брюкам. Переходим к остальным моим новинкам в гардеробе. Заказала от Iron by Mironov такие джинсы в розовом цвете, я на самом деле заказала их еще летом и уже успела хорошо поносить, но они у меня также остаются актуальными и на осень, и они еще есть в наличии. У меня есть и зеленые такие брюки, и вот потом еще докупила себе розовые. Этот оттенок такой свежий, легкий, и его еще вполне актуально будет носить и стилизовать, особенно в первой половине осени. Во второй половине осени мне, конечно, больше хочется таких темных, глубоких цветов, которые напрямую ассоциируются с осенью. Но пока я еще полноценно ношу эти джинсы, и мне не очень нравятся. Еще одни яркие джинсы от Zenwear, и у меня не только джинсы есть, но еще и джинсовка, куртка к ним, но она сейчас в стирке, поэтому я вам просто ее покажу на фотографиях. Потрясающе красивый костюм, и такая хорошая, плотная джинса. И этот костюм, я думаю, что осенью уже саму джинсовку будет прохладно носить, но джинсы будут прекрасно себя чувствовать и прекрасно работать в моем гардеробе. Джинсовку можно попробовать застилизовать под пальто, то есть она будет просто добавлять многослойности, и потом, если вы заходите в помещение, снимаете верхнюю одежду, и у вас остается все равно такой костюм. Достаточно яркая, экстравагантная вещь, это пиджак от бренда Pink's Pink, и он сделан под кожу питона, под кожу змеи, у него интересная текстура, то есть он как будто бы джинсовый, но сверху он залакирован пятнышками, и плюс у него еще принт пятнышками. В общем, пиджак суперинтересный, качественный, и у него такие интересные застежки. Понятно, это не повседневная, там не базовая вещь, но мне иногда уже хочется разбавлять свой прям базовый гардероб и добавлять что-то необычное. Вместе с розовым пиджаком от Pink's Pink я заказывала еще джинсы в размере M. Эти джинсы произвели фурор в моем инстаграме, много у меня про них спрашивают, они в дырочках, и они смотрятся супер стильно, еще у них есть такая интересная деталь сзади. В общем, джинсы потрясающие, я их уже очень много носила, и они на осень у меня также остаются, пока, конечно, не настанет дубак, когда через эти дырочки будет очень сильно проходить ветер, и я буду замерзать, но пока абсолютно комфортно, и джинсы вот прям потрясающего качества, они, по-моему, есть еще в синем цвете. Спортивная кофта от Top Top это такое зип-худи, объемное, оверсайз, в размере у меня L, и оно в лимонном оттенке, светло-лимонном, очень мягкое, приятное, из хлопка, оно без начеса, в нем, я думаю, что не должно быть как-то прям жарко. И я, опять же, давно искала зип-худи, которое будет не слишком спортивным, но и при этом не супер женственным, и это как раз то, что я искала, оно прям микс вроде бы и женственности за счет своих выточек, швов, за счет в целом какой-то посадки и ощущения от этого худи, и при этом оно в таком спортивном, расслабленном стиле. В общем, очень мне понравилось, и обязательно буду носить этой осенью. Ну и последний из одежды, это две серых вещи. Первый это серый кардиган из Love Republic в размере L, я абсолютно случайно его увидела, примерила и купила. Я его взяла побольше размером, чтобы он был такой уютный, укороченный кардиган, который красиво подчеркивает талию, при этом добавляет вот это ощущение осеннего уюта и вязаных вещей. Потрясающий кардиган, попробуйте обязательно примерить, он точно еще есть в ассортименте в магазинах. И еще свитер от TopTop. Свитер серый, и он с такими рваными краями, и есть еще рваные детали по самому свитеру. Такие интересные рваные рукава. Уютный мягкий свитер, но он тонкий, то есть в нем тоже не будет жарко, и мне кажется, что он из какого-то натурального материала. Да, он из стопроцентного хлопка, это чувствуется приятное качество и красивый глубокий серый цвет. Еще в TopTop я заказала балетки. Возможно, это не совсем на осень, но сейчас еще тепло и погода позволяет, поэтому я планирую их успеть немного поносить. Балетки розовые, с такими бантиками на носах, и они сделаны под джинсу. Ну, единственное, это прям тканевый материал, и я думаю, он достаточно маркий, и не знаю, как с ними потом обходиться и как их мыть-стирать. Это такой будет насущный вопрос, я думаю. Но, как минимум, уверена, один сезон, следующий весной или летом, я их полноценно смогу поносить. И давайте это видео завершим тапочками. Я нашла на Яндекс.Маркете абсолютно случайно очень красивые тапочки леопардовые. Жалко, что я не могу надеть их на улицу с этим пальто. И тапочки очень красивые, приятные. Они дорого выглядят, стоили они в районе пары тысяч рублей. У них есть красивая вышивка по краям, и вот я их постирала, они у меня сушатся. Но тапочки просто прекрасно выглядят. И знаете, когда я сейчас обустраиваю свой дом, мне хочется, чтобы все даже малейшие детали были мне близки, нравились мне. И моя пижама, и то, в чем я хожу дома, и мои домашние тапочки. Я очень люблю хорошо выглядеть даже дома. И вот нашла такие роскошные тапочки. Все ссылочки на то, что я вам сегодня показала, я оставлю в описании под этим видео. Сможете все там найти, все мои покупки. Я сейчас начала собирать чемодан, и мне привезли посылку из Lime. Три большие коробки с одеждой. И решила, что хочу вам показать еще в этом видео, добавить то, что мне привезли. Потому что очень актуальные, красивые вещи как раз на холодный сезон. Давайте устроим небольшую примерку. Первое это свитер на молнии. Он из мужского отдела, и я его приметила еще в магазине, когда была на шопинге, и поняла, что мне он идеально нравится. Он не сильно большой, при этом не тонкий. То есть это выглядит уже не как джемпер, а действительно как свитер. И причем я взяла вот, да, его из мужского отдела в размере L, чтобы он был свободный. И он так дорого выглядит, он так хорошо смотрится. Очень мне понравился. Продолжу дальше закадровым голосом, потому что именно в этот момент начали сверлить соседи. Заказала еще такие штаны-джогеры. Они идеально сели. Заказала их в размере M, очень мягкие и комфортные. И еще такая зип-худи толстовка в сером цвете. Я вам показывала в этом видео вот в молочном оттенке и подумала, что еще хочу в сером цвете. Она прям оверсайз, свободная. Она тоже из мужского отдела. Вообще мне безумно понравился мужской отдел в Lime. Очень советую его посмотреть. Вот эту толстовку белую тоже нашла в мужском отделе. Это идеальная толстовка. Крой, цвет, вот именно такой теплый молочно-белый оттенок. Надпись. Все очень красиво. И такие штаны пятнистые тоже нашла в Lime, но уже в женском отделе. И штаны потрясающие, очень красивые, интересно смотрятся. Я думаю, они отлично подойдут как на осень, так уже и на весну-лето. Следующие носить их с разными топами. Они тоже из натурального материала. И то, во что я влюбилась. Такая водолазка без рукавов. Она так шикарно, элегантно и женственно смотрится. Даже если вы просто наденете со спортивными штанами. Это уже такой, знаете, готовый образ. Сюда нужно просто добавить украшение и сумочку. И еще одна толстовка. Она с красивым вырезом на молнии. Тоже из мужского отдела Lime. Вообще, правда, советую вам посмотреть мужское дело в Lime. Я оставлю ссылочки в описании под этим видео. Уверена, вы там что-то для себя найдете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...